Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева Черкесия. В конце января в России отметили 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистов. Героическая, в то же время трагическая страница в истории страны является важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В 6-й школе Черкеска этой теме было посвящено театрализованное представление. Подробности у Артура МХЦ. В обновленной после капитального ремонта 6-й школе Черкеска все готово для представления. Педагоги и их воспитанники решили напомнить зрителям и телезрителям о некоторых деталях героической обороны Ленинграда, участие в которой принимали и жители Карачаева Черкесии. Мы представляем матерей, которые во времена Ленинградской блокады ценой собственной жизни защищали своих детей в условиях смертельного голода, холода и ужасных условий. Насколько необходимо школьникам знать о тех событиях, которые были достаточно давно? Я считаю, что школьникам очень необходимо знать об этих событиях, потому что мы должны помнить свою историю. Если мы не будем помнить, мы подрастающее поколение, то кто будет помнить? Очень много людей умерло. Я считаю, что эта память всегда должна храниться в наших сердцах. И мы не должны забывать о своих прадедушек, прапрадедушек. О всем горе, что было, мы должны это помнить и вспоминать. Юные актеры и их наставники постарались как можно более реалистично передать атмосферу, царившую в блокадном городе. Загнанные в угол, но не сломленные жители, которым было что защищать, за что бороться. Театрализованное представление смотрелось на одном дыхании. Слушая монологи, беседы, песни, наблюдая за танцами, участникам действа хотелось запереживать. Дом у нас с тобой есть. Вот правда, враг недалеко, но кому сейчас в стране легко. Помнишь блинчики с вареньем, которые по праздникам пекла она? Ты знаешь, ты помнишь, подруга, пусть память о том тяжела. Есть очень хорошая фраза. Человек, не помнящий своего прошлого, вынужден пережить его вновь. И наш долг как педагогов, как подрастающего поколения, в принципе, это передать ту память, которая живет в нас, привить детям уважение к тем временам и, конечно же, не дать забыть те страшные события, которые происходили. Как вы считаете, необходимо ли нам иметь какие-то музеи, где было бы воспроизведение этих событий, в том числе наглядное? Безусловно, когда дети окунаются в эту атмосферу, они более глубоко могут прочувствовать то или иное событие, историческое или же значимое для нашей страны. И, конечно же, хотелось бы, чтобы дети могли более полно погружаться в эту атмосферу. Это были страницы истории через собственное восприятие. На несколько десятков минут зрители представления стали как бы очевидцами некоторых эпизодов из жизни блокадного Ленинграда. Происходившее в зале 6-й школы Черкеска никого из них не оставило равнодушным. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Студенческий десант высадился в отделе МВД России по Джигутинскому району. В первую очередь возле памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Студентам МАКСУ рассказали о героях отдела, не пожалевших жизни в борьбе с преступностью, ознакомили со стендом «Летопись славы». В дежурной части студенты узнали о том, как принимаются и обрабатываются сообщения о происшествиях и преступлениях, какой объем информации круглосуточно поступает в это подразделение. Гости побывали и в кинологическом отделении, где живо интересовались специализации каждой служебной собаки, как их принимают на службу и как долго они работают. Далее ребят проводили в служебной автомашине ДПС. Сотрудники госавтоинспекции рассказали студентам о некоторых особенностях работы дорожной полиции. В этот день студенты также многое узнали о деятельности Совета ветеранов и общественного совета при отделе МВД России по Усть-Джигутинскому району. Работа в полиции от человека требует достаточно много сил, как моральных, психологических, физических. Вы должны быть знатоками не только юридических дисциплин, вы должны знать и психологию, и быть педагогами, экономистами. Вот это все хотел бы вам на путстве сказать, чтобы вы не только ограничивались изучением юридических дисциплин, но и развивались и в этих направлениях, что я обозначил. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Черкесский меховая компания «Снежка» организовывает выставки уже более семи лет. За это время многие оценили качество приобретенного товара, но теперь они торгуют по новому адресу. Улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». На выставке представлен большой ассортимент роскошных шуб. Каждый подберет себе идеальную верхнюю одежду из огромного количества вариантов меховых изделий. Мы приглашаем всех к нам на выставку продажу норковых шуб и объявляем о старте распродаж. Любую шубу в нашем зале можно приобрести в рассрочку со скидкой 10 тысяч рублей. Рассрочка идет до трех лет, без первоначального взноса, без переплат, без любых банковских страховок. При этом вы получите песцовый жилет в подарок. В случае наличной оплаты, любое меховое изделие в зале можно приобрести со скидкой 50%. Ну как тут обычному покупателю не устоять? Но это еще не все. Также у нас имеются изделия со скидкой до 70%. Сейчас действительно финальное время распродаж. Если вы ждали, чтобы купить шубу со скидкой, то сейчас самое время, потому что дешевле уже не будет. Шикарный мех, богатые ассортименты и скидки до 70%. Конечно, соблазнительно. При этом на каждую шубу гарантируют качество. Покупая меховую обновку, сейчас можно хорошо сэкономить. Забирайте уже сегодня вашу идеальную и неповторимую шубку. Платите потом. Вот эта шуба в рассрочку, получается, у вас на три года будет 3400 рублей в месяц. Если вы решите приобрести ее за наличный расчет, она вам обойдется в 67 тысяч рублей. Все наши изделия российского производства и каждая шуба чипирована. Она имеет свой паспорт, поэтому с помощью обычного телефона вы можете легко узнать, что страна Россия, мех, норка, что шубу никто не покупал, она находится в продаже. То есть все данные конкретного изделия. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки и условия рассрочки вас приятно удивят. Успейте купить шубу по новому адресу. Продажа в Черкесске началась уже сегодня. Будет проходить по 4 февраля включительно. Адрес выставки «Снежка», улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Корчаева, Черкесия. На базе горно-спортивного клуба «Архес» в Кочугу имени Умара Алиева начал функционировать скалодром. Данный спортивный снаряд позволит каждому желающему получить навыки по скалолазанию и подготовиться к соревнованиям. В зимний период особенно важно пройти хорошую подготовку, чтобы можно было с легкостью преодолеть горный рельеф. Алихан Лепшоков подробнее. Для многих студентов и преподавателей Кочугу открытие скалодрома стало особенным событием. Теперь повысить навыки по скалолазанию можно и в зимний период. Для тех, кто увлекается альпинизмом, стена скалолазания дает уникальную возможность для тренировок и подготовки, а также обменом опыта и знаниями с другими любителями этого спорта. Самое главное это воспитать в себе умение, преодолевать свои страхи и все получится, отмечает руководитель горно-спортивного клуба Архыз, спасатель третьего класса Артур Кипкеев. Во-первых, скалодром дает возможность тренироваться и зимой. Конечно же, летом, если мы тренируемся на естественных скалах, то у нас не было возможности тренироваться на естественных скалах зимой. Благодаря руководству вуза у нас появилась возможность сейчас заниматься скалолазанием на искусственном рельефе, то есть на скалодроме. С недавних пор скалолазание является на искусственном рельефе. Включили в олимпийский вид спорта. И мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет своя сборная. Для всех собравшихся был организован мастер-класс от организатора учебно-тренировочных сборов судей по альпинизму Темирлана Чучаева. Он подчеркнул важность проверки всего снаряжения при подъеме и объяснил, как необходимо правильно подниматься по скалодрому. Этот вид спорта воспитывает в нас характер, и что самое главное, он хорошо подходит как для мужчин, так и для женщин, отмечают студенты. Это повышение всех физических качеств, это также и баланс, потому что надо понимать свое тело, когда лезешь именно по такому скалодрому и по самой скале. Мы еще занимаемся, кроме скалодрома, еще сборы делаем на восхождение, значок альпиниста России, я одни такие прошел. На скалодроме тренируются также представители преподавательского состава КЧГУ. Этот вид спорта отлично подходит и для нас, так как нам особенно необходимо сохранять здоровье и проводить свой досуг с пользой, уверяют преподаватели вуза. Я как преподаватель должна подавать пример студентам, тем более работая на факультете физической культуры, но и не только студентам, но и людям среднего возраста, так скажем, 40+. Поэтому я имею в виду, что все имеют возможность приходить и заниматься независимо от первоначальной физической подготовки. Теперь с появлением скалодрома у любителей альпинизма появится отличная возможность для проведения соревнований и тренировок, что позволит раздевать новые таланты и воспитывать будущих чемпионов по скалолазанию. Алихан Ипшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На трассах курорта Архиз прошли первые в зимнем сезоне бесплатные уроки для школьников по горнолыжному спорту. Данная социальная инициатива реализуется для учащихся в общеобразовательных учреждениях Зеленчукского района уже в четвертый раз. И с каждым годом количество участников увеличивается. Так, с начала года занятия по стиле порядка 38 учеников Архизской средней школы. Участие в уроках принимают ребята из 6-11 классов. Как показывает практика, это оптимальный возраст для обучения горнолыжному спорту. Забота о здоровье подрастающего поколения – один из приоритетов политики. Благодаря занятиям на свежем воздухе можно отвлечь детей от влияния гаджетов, дать им распробовать на вкус горнолыжный спорт. Урок в среднем длится 2 часа, в течение которых ребят знакомят с правилами поведения на склоне. Основами безопасного катания. А также помогают им совершить первые спуски по трассам самой простой категории сложности. Как отмечают инструкторы, многие из них обладают большим спортивным потенциалом. И еще о спорте. В Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования по Атэквондо, ВТФ, Кубок Дона. Сборная Карачева-Черкесии завоевала 14 медалей различного достоинства. Амаль Агержаноков завоевал золотую медаль. Маргарита Алиева-Серебряную, Амар Выков, Малик Мыхце, Рауль Агержаноков, Амина Хутова, Милена Нахушева и Милана Кесаева завоевали бронзовые медали. Тренируют спортсменов Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов, Мурат Хачуков и Альберт Шевхожев. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать, если заболел? Бабушка с утра в заботах, в телефоне ищет что-то. Вот и номер избиркома. Я проголосую дома. Взрослым гражданам страны все возможности даны. Даже тем, кто без движения, предлагается решение. Вызвать выборы домой, ящик взяв переносной. К ним комиссия приходит, процедуру производит. Оформляют им заранее с выездом голосования. Значит, выборы равны граждане моей страны. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно.